всем привет в этом видео я хочу с вами поделиться о том как начать женщинам тренироваться старше сорока лет и это идея возникла неспроста дело в том что оказалось бы все просто встал пошел в зал и и тренируйся и чем хочешь все конечно зависит от целей если это просто для того чтобы поддержать свое здоровье это может быть обычные занятия групповые это может быть занятие йога это может быть стрейчинг растяжка и так далее но если все-таки вы хотите поддержать мышцы в актуальном состоянии чтобы они были в тонусе то это конечно необходимо тренировки более серьезные в тренажерном зале с этим вращением почему да потому что это я испытала на свет после того как стопнула 40 несмотря на то что у меня всегда была нормальная масса тела и я периодически все-таки всегда занималась спортом но после 40 несмотря на то что гормональный фон был нормальный замечательный фигура стала претерпевать изменений поэтому возникла идея как бы все-таки сохранить мышцы и фигуру в хорошем состоянии потому что не только лицо говорит о возрасте женщины ну и конечно такие части тела как например трицепс висящий сразу выдает в женский возраст и так далее ну и возникла вопрос как же можно тренироваться конечно мне повезло что у меня есть супруг который занимается спортом который мне может подсказать какие как делать упражнения как правильно тренироваться плюс у нас есть друг в семье которые являются профессиональным тренером и он тоже мне составил на первых порах программу тренировки но тем не менее я все равно заходила на youtube задавала в поиске как же тренироваться женщине старше 40 лет и больше всего мне прикалывала такая ситуация когда об этом говорили молодые девочки или молодые мальчики в районе 20 лет что старше 40 лет можно заниматься только какими-то легкими упражнениями с гантельками 2-3 килограммы есть много витаминов все это совершенно не так вот об этом и я хочу с вами поделиться там ну все правильно сказал да наталья здесь все зависит от задач потому что они решают абсолютно все если задача просто сохранение здоровья нормального тонуса кожи со свежести и просто чувство высокого жизненного комфорта это как одно другой вопрос когда с возрастом каким-то средним возрастом до начинают до амбиции появляться по поводу того что в молодости тело было подтянутая особенно если девушки занимались спортом были красивые потом роды беременность 5 10 и глядь она ступила там 40 лет 45 и в зеркале не очень-то себе это нравится а хочется понравится супругу хочется в обществе как-то появляться красиво платье надевать и хочется увидеть свою фигуру совсем в ином свете тем более что сейчас огромное количество мотивирующих роликов появился тренд значит на красивое тело красивые фигуру и женщина тогда смотрят себя не так как это было раньше раньше ну как бы стройная ровненькая целлюлита нету все уже красавица сейчас конечно да очень сильно планка повысилась хочется кроме всего этого прочего иметь еще красивые темы называется и вот если есть такой если есть амбиции такие есть желание то тут конечно подход так иной и наверное возраст старше 45 лет для достижения таких целей наверное самый лучший я сложу свою концепцию как это вижу я значит почему самый лучший ну потому что во первых есть сила физическая то есть это даже не средний возраст это по ну параметрам всемирной организации самозрогранения это молодость еще там до 45 лет это молодой возраст там старше 45 средний наступает но это только средний да то есть это даже не пожилой никакой то есть есть сила смогла сбить о том что можно на приспорить большие физические нагрузки для этого готовы и кардиореспираторная система и мышцы готовы но уже в этом самоводрасте мы будем говорить как два доктора супруга доктор и я и мы говорим как лица без купюр уже репродуктивный возраст в принципе для большинства женщин закончен конечно есть конечно женщины которые рожают более пользоваться сроки но абсолютное большинство уже не планирует до беременность и вот в связи с этим можно поставить себе высокие задачи чем связано изменение прежде всего гормонального фона в чем в чем суть дело в том что активные занятия спортом большие физические нагрузки они повышают уровень тестостерона который есть как у мужчин так и женщин у женщин конечно в меньшем количестве уже мужчин в большем но и мужчин точно также присутствует эстрогены женский то есть мы как и не я не мы друг друга присутствуем вот но только более что-то выражено так вот и соответственно для женщин тестостерон это на самом деле очень хороший гормон для красоты если эстрогены хороших для сердца они женщин женщинам не позволяют дольше молодым быть то тестостерон он позволяет именно повышать тонус кожи тонус мышц подтянутые мышцы хорошие тонус кожи это сразу молодость это сразу же все разглаживается все подтягивается это санка меняется меняется так называемый тургор вообще кожи все разглаживается с подтянутость она выражается абсолютно во всем в осанке положение плеч спине вот и многие значит с контакт но молодые фитоняшки но этому же откроем тайну который наверно не является самым тайной для того чтобы подготовиться к выходу на подиум и на соревнования они специально а фармака фармакологическими своими какими-то методами повышают уровень тестостерона собственно но это если профессионалки помните они его специально повышают да вот что делается на самом деле в принципе достаточно просто серьезно заниматься со спортом тяжело заниматься чтобы уровень тестостерона повысился и вот если женщина не планируется больше беременности и роды то ей можно заниматься спортом очень тяжело потому что чаще всего противопоказаниями со что является то что да подожди зачем тебе тренироваться тяжело зачем тебе ворочить большие веса до тебе еще рожать до 5 10 очень есть какие-то другие проблемы они конечно надуманные потому что спортом серьезно можно заниматься и с молодым те же фитоняшки они выступают и беременны и рожают даже профессионалки спортсмены наши эти бегуни там олимпийские чемпионки они все нормально рожают и все такое прочее но здесь просто когда уже за 40 этот психологический барьер убирается полностью то есть можно посвятить время достижению своих целей и достижение таких амбиций а ведь на самом деле помните до поговорки 45 бабы ягодка до 5 и после 40 понимаете возраст который раньше считался для женщины в общем-то ну как-то уже чуть ли не началом какого-то конца говорили 40 лет бабе ягодка но это это все русские самые поговорки сейчас абсолютно не так сейчас вы сможете посмотреть на тактрисы в русских спортсменок разных иностранных в основном которые там админирующие ролики с ней записывают по фитнесу как они прекрасно выглядят и когда вы так узнаешь что им там за 40 некоторым за 50 а посмотрите например на бразильские конкурсы красоты как они называются с среди бабушек это просто фантастика там выходит женщины которым за 50 60 даже 70 лет вы не дадите им и 40 и конечно кто-то скажет на этом косметика пластик имеет место будет иметь место но без упражнений без физических это все равно невозможно понимаете любая пластика это компенсаторные замещения того что почти всего того что можно добиться просто здоровым образом жизни и занятием со спортом вот что я начнем еду когда говорил о том что самое время после 40 заниматься серьезно и тяжело тут еще конечно некоторые кто и задумывается о том что начать заниматься более серьезно скажут ведь уже после 40 куча всяких болячек и прочее вот мы как два врача вам серьезно говорим что какое бы ни было заболевание у человека хоть у мужчины хоть у женщины при правильно подобранной программе при правильно подобранном типе тренировок тренироваться можно при любом заболевании абсолютно единственное что к сожалению у нас в россии может быть и страна ближнего зарубежья скажем так это не развито и к сожалению зачастую врачи они сами очень плохо разбираются физической нагрузкой вообще очень сами далеки от спорта и выглядит не очень хорошо поэтому всегда очень трудно найти скажем так и тренера бывает что они разбираются вот в этих всех тонкостях и поэтому трудно бывает действительно кому-то подобрать определенный тип тренировок но это возможно но поэтому я может перебью что я порекомендую есть два подхода серьезно змеи во первых если женщина планирует после 40 серьезно заниматься она должна подобрать себе какого-то тренера ну не мальчика какого-нибудь из фитнес-зала то есть он он красивый мало или девочка который не прекрасно мы поймите теми методами которыми эта девочка достигла своих своих форм они вам не подойдут ни по возрасту не по гормональному фону не по методам из подготовки которые будут у нее прошу прощения комарики летают мы находимся сейчас в таиланде на самуи и как ни странно комары есть хотя их обычно не было никогда так вот эти девочки они живут в спортивном зале это как правило профессионалки они либо профессионалки в тренерской деятельности либо профессионалки в области со спорта они выступают они могут этому массу посвятить основе времени поэтому их рекомендации они подают вам только в том случае если вы будете жить и работать как они да вы будете близко к тем целям которые вернее к тем целям которые поставили но метод достижения цели должен быть такой же как у этих девочек поэтому тренера подбирайте где-то по возрасту по своему то есть вы приходите в спортивный зал ищите тренера который в возрасте уже в таком как у вас и смотрите на его физическую форму понимаете он уже лучше подскажет вам как этого добиться потому что он уже понимает изменения возрастные какие есть и 5 и 10 что касается с консультацией с доктором если у вас есть ограничения какие-то может быть пороки сердца есть лишь какие-нибудь слабости обычно к этому времени бывает уже либо ожирение либо артериальная гипотензия если вы придете к любому доктору чтобы он вам посоветовал какую-то нагрузку физическую что скажет вам если доктор спортом не занимается сам ему проще всего вам это все запретить проще всего почему во-первых он просто перестраховывается во-вторых он этим оправдывает как правило дедактора тоже люди свою несостоятельность вы посмотрите я на коллег проговаривать особо не хочу но как правило доктора болеют тем прочим лечатся диетологи часто толстые бывают барапедов травматологи них этом ревмате ну какие-то там ревматой проблемы с позвоночником остеохондрозы терапевт в давлении то легкие лечат кует как паровоз и так далее они вы просто все это дело запретят и ничего не получится вот поэтому вам если вы спортом заниматься хотите самки серьезно вам надо подобрать такого доктора который занимается спортом сам и тогда он просто понимая ваше желание сроки там биться и ваш он посоветует он прошу сам точно такой же он понимает что вы без спорта он без спорта не может он поймет что он вам спорт тоже нужно они живут в спортивном зале то есть я обычная женщина у которой есть это подтверждаю на супруга такая женщина она дома готовит она за детьми она на работе причем работая мама очень 8 часов у меня начинается уже рабочий день и поэтому я домой приезжать на тоже 8 было поэтому у меня время тоже ограничено тем не менее я нахожу время для того чтобы потренироваться главный цель вот именно с этого все и началось то есть мы посидели подумали в том числе со своим супругом тренером другим который наш друг профессиональный тренер михаил назовем миша фокеев даршева на витрине лучше это было не реклама это была консультация факт вот мы посидели во-первых определились целями что нужно и потом составили определенные тренировки и я хочу сказать что уже использую достаточно такие серьезные веса конечно это скажет там если это смотрит видео вдруг мужчина и я скажу что я тренируюсь что например приседаю с весом 50 килограмм или делаю мертвую тягу с весом 50 килограмм каждой но это ерунда и женщины профессионалки скажут то что мы тоже профессионалки да ну поверьте когда у меня были занятия я не могла приседать и здесь все тело начались мои серьезные вот эти занятия тренировки регулярно регулярные я не могла приседать 10 килограммами то есть такой во-первых постепенный подход плановый подход с правильными перерывами с правильным питанием они конечно принесли свое свой результат и мне он нравится надеюсь что с Богом тоже ну конечно у нас и была такая самая задача чтобы нравиться друг другу на протяжении всей жизни понимаете с душевной своей близости это очень хорошо но когда еще чисто внешне нравишься друг другу это тоже важно вот 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 я вот 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 вот